Здравствуйте! Это новости на Первом Независимом в студии Юлия Сидельникова. Вначале коротко о главных темах дня. Нескромная щедрость. Сегодня министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подарил нашему региону сертификат на приобретение машин скорой помощи. Никаких наград за байкальские спортсмены могут не поехать на первенство России, по кудо, что стало препятствием, разбирались наши корреспонденты. Мы не в браке, придется переехать. В истории Четинки Елены Мирошниченко появились новые подробности «Женщине негде жить» с двумя несовершеннолетними детьми. Сегодня в Чету с рабочим визитом прибыл министр Российской Федерации по Дальнему Востоку Александр Козлов. Во время посещения городской больницы номер один он вручил главе региона нескромный подарок – сертификат на получение 54 машин скорой медицинской помощи. Проблем в Забайкальском крае немало. Одной из острых является здравоохранение. В первую очередь хромает материально-техническая база медучреждений. На сегодняшний день в ведомственной подчиненности Министерства здравоохранения находится 1347 объектов. В бюджете Забайкальского края на эти цели финансирование не предусмотрено. Однако уже сегодня, во время посещения городской клинической больницы номер один, Александр Козлов пообещал решить эту проблему. Мы пошли в таком неком симбиозе. Через нашу госпрограмму выделили деньги на ремонт, чтобы за это время отремонтировались. И сюда пришло оборудование, и установлено было новое, ну, скажем так, не новое, но отремонтированное помещение. Вот такая логика была со стороны бюджетов. Очень логично не поступать. Реальная помощь Забайкальскому краю будет оказана в рамках плана развития центров экономического роста. На ближайшие три года нашему региону будет выделено более 9 миллиардов рублей. За счет единой субсидии появятся новые объекты. Будут произведены ремонты, закуплено оборудование и техника. Реализованы мероприятия, в том числе и в сфере здравоохранения. Я думаю, давно Забайкальский края столько денег не видел. И там много-много разных объектов. Больше 70. И мы будем видеть уже в процессе исполнения задач, кто как справляется, потому что коллеги разные есть. Ответственные, есть безответственные. Люди от этого страдать не должны. И, соответственно, и деньги потерять не должны. На капитальный ремонт зданий хирургического корпуса городской клинической больницы номер один будет выделено более 136 миллионов рублей. Из них 36 уже в этом году. Также в Чите будут отремонтированы городская больница номер один и номер два, Забайкальский краевой госпиталь ветеранов-воин, городской родильный дом, станция скорой медицинской помощи. В районах планируется построить 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Во время осмотра медучреждения Александр Козлов пообщался не только с руководством, но и с персоналом, особое внимание уделив водителю скорой помощи. Как позже оказалось, совсем не случайно. У нашего министерства такой небольшой сертификат. Я знаю, как вы бились, защищая потребность объектов медицины, здравоохранения. Пускай в течение года наша задача о том, чтобы вот эти 54 новых автомобиля приехали в область. Всего края вас благодарим. На самом деле очень сложная ситуация, особенно в районах, с недостатком машин, протяженные дороги, поэтому мы не можем выполнить сроки забора пациентов, доставить их. Это приводит, конечно, и к плохим последствиям, осложнениях и, к сожалению, к повышенной смертности. В этом году первая городская больница отмечает свое 125-летие. И, безусловно, такой подарок пришелся по душе. Тем более, что не забыли и про самую острую проблему здравоохранения – привлечение специалистов в сельскую местность. И здание, и оборудование – это важно, но самая главная важная составляющая – это кадровая проблема. И на кадровую проблему Министерство здравоохранения обратило свое внимание. И для нужд медицинских работников будет приобретено определенное количество квартир, так называемые жилищные программы. Это тоже важная составляющая вот этого проекта. И он служит закреплению врачебных и естественных кадров на территории Забайкале. Приобрести планируется 200 квартир. Внимание к ним будет особое. Я прошу обратить внимание на форму их приобретения, чтобы не получилось так, что по завышенным ценам еще каким-то образом, то есть квартиры должны быть куплены правильные и нужные для того, чтобы работники были заинтересованы к вам приехать и работать. Также Александр Козлов рассказал и о планах в сфере образования, уделив особое внимание одной из актуальных проблем 21 века. Как бы это ни звучало в нынешнем веке обустройство теплых туалетов, К сожалению, такая проблема еще существует на территории Забайкальского края. Подарки подарками, но работа прежде всего. Приступив уже к самому совещанию, Александр Козлов акцентировал внимание собравшихся на своем обращении к забайкальским чиновникам. Это рабочее совещание. Врать не надо. Вранье всплывет. 31 декабря. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. Денег нет, не ждите медалей. 21 марта в Москве состоится первенство России по КУДО. А забайкальские юниоры, прошедшие отбор на эти соревнования, полететь не смогут. Причина всему – деньги, слишком дорогие билеты, не по карману родителям детей. До соревнований осталось всего три дня. Подробности в сюжете. Сколько это все весит? Ух, ужасно. Какая самая любимая, самая ценная? Да, первенство Сибирского федерального округа. Вот он был отбор на первенство России. В этих многочисленных золотых кружочках, годы тренировок и упорного труда в коллекции Михаила Сазыкина нет лишь одной медали – самой желанной. 21 апреля в Москве состоится первенство России по КУДО. Туда должны лететь четверо лучших забайкальских спортсменов. Однако до соревнований остается меньше трех дней, а билеты до сих пор не куплены. С округа уже звонят и спрашивают, поедете ли вы или нет, потому что у людей там есть деньги, и они поедут за место наших ребят. Вот что самое. Те ребята, которые отобрались, те, которые действительно могут показать что-то, они останутся здесь дома сидеть только по одной простой причине, потому что у них нет денег. То есть вот, вот это самое прискорбное. У тренера Дмитрия Селина занимается 54 ребенка из села Домна и из деревни Ингада. Родители рады, дети не слоняются без дела, они сидят с планшетами. Тесная комнатенка в подвале жилого дома заменяет им спортивный зал. Несмотря на сложности, за четыре года удалось добиться больших побед. На первенстве Сибири в Иркутске сразу четыре юниора из Домны заняли призовые места. Впереди Москва, такая доступная и далекая одновременно. Съездили, получается, в Иркутск, мы там у меня деньги, получается, тоже искали. То есть, это, получается, будет все зря. Ну, то есть, получается, шанс этот вот мы, получается, потеряем. Выступить на первенстве России. Много кто туда собирался и много кто уже туда не поедет. Потому что вот у нас собиралось человек шесть, по-моему, и сейчас только поедут четыре человека. И, ну, вот уже некоторые, например, ну, некоторые родители уже отказываются, чтобы их дети ехали туда. И вот, не хотят, чтобы они туда участвовали, потому что денег очень много на дорогу, на проживание. И, в общем, чтобы там даже что-нибудь себе купить. Я хочу туда попасть, чтобы наша команда вышла куда-нибудь, чтобы нас заметили. Войти хотя бы в тройку. И достойно отбиться. На каждого ребенка нужно как минимум 23 тысяч рублей. Таких денег у родителей нет. Зарплаты в сельской местности маленькие. Если на поездку в Иркутск еще как-то удалось собрать с миру по нитке, то в Москву не получается. На всю группу необходимо более 120 тысяч рублей. Родители обратились в Министерство спорта. А уж там-то не бросят спортсменов, надеялись мамы. Ответа на сегодняшний момент просто нет. Они, то есть, не говорят нам «не да» и не говорят «нет». Они тянут время. Теперь они требуют от нас протоколы. Кто с кем биться будет. Но это как бы не влияет никак на финансирование. А до соревнований у нас осталось всего три дня. Москва – единственный шанс заявить о себе. Это понимают и родители, и тренер, и сами спортсмены. Но самое обидное, что для победы есть все. Талант, сила воли, навыки, деньги. Все уперлось в них. Я не могу. Мне просто обидно до такой степени за наших детей. Дети показывают такие результаты. Дети вообще их, каждый клуб их просто хвалит. Они очень замечательные бойцы. Они показывают такие результаты. Бои – это просто смотришь на них. Там глаза любуются. Просто-напросто радуешься за них, за каждого один. Вот такое вот просто отношение к нашим детям. Нас никто не хочет видеть. Нас никто не хочет замечать. Мы вот по кругу ходим, начиная от нашей администрации. Пошли выше, 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 выше. И никто нас не замечает. Нас не хотят вообще видеть. На момент выхода сюжета получить комментарий в Министерстве спорта не удалось. Попросили подождать до завтра. Тем временем, 20 апреля уже надо быть в Москве. ЗАПТВ продолжит следить за ситуацией. Гулял Хасова, Николай Шунков, ЗАПТВ. Во время прямого разговора с главой края жители Шилки поведали о непосильных для кошельков тарифах на коммунальные услуги. Региональная служба по тарифам утверждает, что все обосновано. Однако неоднократные обращения людей доказывают обратное. Подробности у Натальи Протаковской. 21 марта впервые в нашем крае состоялся прямой разговор с главой региона. Забайкальцев интересовали самые разные темы. Каждый пытался задать именно свой наболевший вопрос. Одним из последних, кто успел это сделать в прямом эфире, оказался Сергей Суханов. Он рассказал Александру Осипову о том, что жители и предприниматели города Шилки страдают от высоких и, по их мнению, необоснованных тарифов на коммунальные услуги. Наше предложение, наше желание, чтобы пересмотрели в качестве эксперимента, сделать не снижение тарифов, а просто сделать понятный для всех жителей перерасчет. Я с тем, что вы сказали, согласен. Мы сейчас решение на эту тему ищем. Надо нам этим вопросом, безусловно, заниматься. А на региональную службу по тарифам не может повлиять ни жителей, ни кто, кроме, наверное, прокуратуры, но и, наверное, напрямую ваше влияние и правительству? Хорошо. Спустя две недели, 5 апреля, эту проблему открыто обсуждали уже в самой Шилке, на встрече с депутатами законодательного собрания. Шилкинцы рассказали о том, как они были рады, когда в 2013 году в городе, на смену старым котельным, построили и запустили новую, появился современный тепловой узел. Да и руководство, ресурсоснабжающие организации, пообещало, что повышение тарифов можно не опасаться, как минимум, в ближайшие пять лет. Однако, этим словам не суждено было сбыться. Тарифы продолжали расти. Местным предпринимателям самостоятельно пришлось решать эту проблему. Мы отказались от услуг теплоснабжения. Установили котельную терморобот, тем самым исключили до минимума участие человеческого фактора и значительно снизили до схода на тепло в зимнее время. Сейчас, со слов Надежды Коваль, затраты ее предприятия за весь отопительный сезон равны сумме двух месяцев центрального отопления. Таким образом, экономия оказалась значительной. Затраты сокращены как минимум в четыре раза. А вот другие предприниматели оказались на грани разорения. Об этом они рассказали лично, уполномоченному по правам предпринимателей и первому заместителю прокурора Забайкальского края. Я была в Иркутске неделю назад. И предприниматель, я говорю, сколько у тебя зашли в магазин конкретно, 200 квадратов? Она говорит, я плачу 2700. Мне плохо чуть ли стало. Я говорю, повтори мне еще раз. Она говорит, 2700. Тепло. Давайте даже повторить. Представляете, она вот эта сколько, я говорю, 20, 24, 18. Она говорит, ты что, опалываешься? Ну, я бы вот так обалдела. Это просто какой-то душит. И ради этого мы хотим закрываться. Вот только был заптыкан. Действительно, затраты на теплооснабжение для предпринимателей в сравнении с Иркутском отличаются практически в 10 раз. Это ли не повод бить тревогу? Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, жители Шилки обращаются во все контрольные инстанции. В адрес прокуратуры уже направлено коллективное обращение по вопросам обоснованности тарифов в отношении ресурсоснабжающей компании «Заптек», а также региональной службы по тарифам. Основная из претензий, что для расчета применяется отопительный сезон 9 месяцев, а фактически отопительный сезон у нас получается около 8 месяцев, потому что 15 сентября там начинается, выпадает 15 дней, и 15 мая он заканчивается. А в тарифах, в нормах потребления там заложено 9 месяцев. Еще одна претензия связана со способом расчета тарифа для предпринимателей. И здесь речь идет уже о двойных стандартах. «Заптек» применяет расчет тарифов по двум постановлениям – по 99 и по 354. То есть единого расчета тарифов предпринимателям нет. Выражено это в том плане, что по какому тарифу выгоднее считать, по такому тарифу «Заптек» нам и предъявляет считать. Неоднократное обращение в региональную службу по тарифам с жалобами на постоянный рост стоимости тепловой энергии до сих пор никаких результатов не дали. Рост затрат по Шилке, он был объективен. То есть сейчас там обоснованный тариф, да? Сейчас там обоснованный тариф, насколько я помню. Директор компании «Заптек» уверяет, что о претензиях он узнает не от самих жителей и предпринимателей Шилки, а от средств массовой информации. При этом к открытому диалогу он абсолютно готов. Вы знаете, а мы тоже были в Шилке. Именно по этому поводу тоже два раза. Кроме того, что мы там постоянно находимся и готовы отвечать на все вопросы. Я готов отвечать за свои слова, я готов встретиться с этими людьми и мы посмотрим, где в геометрической прогрессии выросли эти тарифы, а где мы сократили отопительный сезон. Мы готовы ответить на эти вопросы. На следующей неделе мы выезжаем в город Шилка, приглашаю вас поучаствовать. Будем рассказывать конкретно по тарифу по Шилке, что произошло, какое оборудование установлено, была ли модернизация и что у нас сейчас с тарифом. Телеканал «Запт-ТВ» еще вернется к этой теме, ведь вопросов пока больше, чем ответов. Наталья Протаковская, Николай Шунков, Владимир Николаев, «Запт-ТВ». Это новости на «Запт-ТВ» и мы продолжаем. Через три года драматический театр преобразится до неузнаваемости. В середине мая будет дан старт реконструкции. Сегодня на пресс-конференции об этом рассказал директор театра Юрий Паяркин. На время ремонта труппу никто распускать не будет. Спектакли будут проходить на других площадках города. Чтобы понять, насколько устарел Читинский драматический театр, нужно спуститься в подвал. Что ни тронь, все скрипит. Эти засохшие балки на заржавевших колесах – ничто иное, как сцена, где ежедневно идут многочасовые репетиции. Но осталось немного потерпеть. Артисты готовятся к долгосрочному переезду. Так будет выглядеть драматический театр через несколько лет. Год назад, когда общественности впервые показали фотографии, пошла волна критики. Некоторые даже сравнивали культурный объект с колоннами. Самый, что ни на есть, шашлычный. Директор драмтеатра Юрий Паяркин и художественный руководитель Николай Годомский, наоборот, довольны будущим обликом здания. Ну, некоторым нашим критикам не нравится, ну, горожанам, что это какой-то такой не очень красивый. Может быть, он не очень красивый. Мне кажется, что это колонны, это придаст, шарм придаст, да, классическое, так сказать, предназначение театра придаст. Вот. Площадка будет увеличена на 5 метров от колонн. Это как бы для городских мероприятий. А колонны будут подпирать вот этот наш козырек. Ну, потом же еще, вот Юрий Иванович не сказал, колонны, они же не только декорационную функцию имеют, они же еще имеют конструкционную функцию, чтобы поддерживать наш козырек, который может в любой момент пухнуть. Реконструкция начнется в середине мая. Сначала отремонтируют крышу, потом займутся фасадом и начинкой. Сцена, звук, свет – все будет совершенно новым. Вот только мест в зале будет на 200 меньше. Место 744 – 558. Но зато это будут просторные и удобные кресла. Впрочем, о них думать еще рановато, ведь творческих планов не в проворот. Самое главное, самое первое – это сохранение творческого коллектива. Чтобы артисты наши сохранялись как коллектив, как труппа, чтобы, не дай бог, не разбежались, чтобы они были все предели, чтобы они репетировали, играли спектакли. Они сохраняются, они, может быть, трансформируются на какое-то более малое пространство, но эти спектакли будут играться, пока они живы. На время ремонта спектакли будут проходить на трех площадках – в Доме офицеров, в Театре Забузора и в Филармонии. А пока не закрылся сезон и сам драмтеатр, есть возможность сходить на премьеру спектакля «Зойкина квартира» 26 апреля и по-настоящему получить удовольствие. Не только от постановки. Рынок, где еще недавно торговали панталонами и колбасой прямо на Театральной площади, наконец закрылся, так что можно насладиться вдвойне. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что Театральная площадь не должна отвечать запросам каких-то торгашей. Мне так кажется. Я думаю, что Театральная площадь, она должна сама по себе нести какой-то культурный, ну понятно, что она сейчас немножко побитая, поломанная, не очень презентабельная. Но все равно это место культуры, это культурный центр. И мне кажется, нельзя в культурном центре города устраивать какой-то ярмарку, рынок какой-то, какой-то базар. А вы в других городах видели вот такое? Я нет, не видел такое никогда. Гулял Хасова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ Первое в этом году заседание молодежного парламента провело законодательное собрание Забайкальского края. Современное поколение готово вести диалог с властями и решать проблемы. Подробности у Ивана Тимофеева. Студенты, молодые специалисты и общественники сегодня стали ближе к законодательной власти Забайкальского края. 49 человек вошли в состав молодежного парламента уже третьего созыва. Первый состав молодежного парламента был сформирован еще при Читинской областной думе в 2006 году. С тех пор парламент привлекает все больше молодых инициативных людей. Стать парламентарием, пройдя конкурс, можно в возрасте от 18 до 35 лет. Для многих это первая в жизни школа политиков и управленцев. Площадка, где ты можешь высказать свои идеи и получить поддержку. В первую очередь это, наверное, возможность разговора, диалога молодежи с законодательной властью, какие-то свои идеи произносить. Так как мы консультационный орган, в первую очередь это, наверное, диалог, обналичивание каких-то, может быть, проблем, недочетов. Я бы хотел предложить, вызвать профориентационную работу в нашем крае, чтобы, наверное, молодежь, та активная, те кадры, они оставались в нашем родном регионе. В ходе первого заседания молодые политики утвердили регламент и структуру молодежного парламента, определили состав комиссий. Всего их будет две по мониторингу законодательства в сфере молодежной политики и по развитию молодежного парламентаризма. Как и в большой политике, нешуточная борьба развернулась за кресло председателя парламента и портфели его заместителей. В итоге большинство голосов удалось набрать Анастасии Чупровой, вошедшей в молодежный парламент от Совета молодежи за Байкальской железной дороги. Среди своих новых коллег девушка видит немало не только единомышленников, но и патриотов своей малой родины. Это, конечно, активные ребята с определенными уже сложившимися ценностями, которые радеют за свой край, понимают о том, что развитие очень необходимо и развиваются сами, и развивают то окружение, в котором они находятся. Конечно, здесь они смогут принять тот опыт у органов государственной власти и, конечно, перенести его уже и в муниципалитеты, и в институты, и в те общественные организации, в которых они находятся. С самых первых шагов многие молодые парламентарии заявили о себе достаточно активно. А красной нитью в их речах стали проблемы сельской молодежи. Решать их нужно в первую очередь, считают молодые политики. Кстати, от муниципалитетов в молодежный парламент вошли 35 представителей. Мы надеемся на них, что они смогут именно стать такими подготовленными политиками, такими подготовленными специалистами, которые практически смогут уже в любом месте работать, не только в политике, но и на предприятиях, на руководящих должностях, которые дадут им возможность двигаться дальше, продвигаться, ну и, конечно, развивать экономику Забайкальского края и в целом улучшать жизнь и состояние нашей населения. Иван Тимофеев, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ. В редакцию ЗАПТ-ТВ обратилась многодетная мать Елена Мирошниченко. Ее вместе с двумя несовершеннолетними детьми по суду выселяют на улицу. А все потому, что она больше не жена военнослужащего. Подробности далее. Давний зритель ЗАПТ-ТВ вспомнит Елену Мирошниченко, многодетную мать, которую год назад бывший муж едва не оставил на улице с малолетними ребятишками. Детей у женщины трое, старшие от первого брака и двое общих сыновей. Когда в паре произошел разлад, супруг военнослужащий решил выселить женщину из служебной квартиры через суд, а мальчишек забрать себе. План удался наполовину. Детей все же оставили у матери, а вот квартиру по решению суда нужно освобождать через два месяца. Апелляционное решение вступает в силу в июне месяце 2019 года. Идите на улицу. Здесь такие нюансы есть, что допустимо оставить эту квартиру нам пока для проживания. Во-первых, потому что я официально здесь, в этом городе признана нуждающейся в жилье. Куда идти с детьми после 19 июня, если денег недостаточно даже на съемную квартиру? Зарплаты у Елены 15 тысяч, алиментов едва хватает на пропитание, коммуналку и дорогу. Женщина обращалась к уполномоченному и по правам ребенка, и по правам человека, в приемную президента и даже Жириновского. Толку ноль. Оставалась последняя надежда о Верховный суд Российской Федерации, но и он отказал. Есть приказ Министерства обороны, Министра обороны 485-й ООО об обеспечении жильем, допустим, гражданский персонал. Так как я работаю в Министерстве обороны и работала, то можно с этой стороны рассмотреть вопрос, а если уже есть жилье, то зачем выселять? Конечно, если я там чью-то лишнюю площадь занимаю, я согласна на меньшее. Но не на улицу же детей выселять. Это просто абсурд. Есть, конечно, и другой вариант – получить жилье как нуждающимся. И тут, что называется, и смех, и грех. Сегодня позвонила в администрацию Читинского района, я говорю, а какая на очереди там стою? Они говорят, 339-я. Я говорю, а была какая? 349-я. Самое интересное, ладно, на 10 человек я как бы приблизилась, да? Самое интересное то, что я говорю, а 10 человек эти получили вообще? Ну, какое-нибудь жилье за год? Они говорят, нет, нет жилья. Я говорю, а куда они делись-то? Как очередь продвинулась вообще тогда? Они говорят, ну, кто-то выбыл просто. Когда железнодорожный районный суд принимал решение выселить Елену со всеми детьми, прокуратура подала апелляционную жалобу в защиту женщин, чтобы дали отсрочку до 2034 года, когда самые младшие вступят в совершеннолетие. Это сильно обнадежило многодетную мать. Значит, есть законные основания, чтобы оставить жилье, но судья так не посчитал. У меня в голове не укладывается, что детей могут выкинуть на улицу малолетних в своей собственной стране. Наше правительство призывает всех активно, да, мы везде слышим, призывает повышать демографию. Хорошо, кто у нас демографию в стране повышает? Ну, так вот, по статистике. Ну, почему-то так, да? Чем беднее семья, тем больше детей. Как-то образно, если сказать. Соответственно, они не могут заведомо изначально обеспечить детей жильем. Для чего тогда призывать людей повышать демографию, если не можем обеспечить детей жильем? Чтобы их потом на улицу выбрасывать? Если не найдется поддержки в России, такой сильной и готовой в любой момент спасать иностранных граждан, Елена обратится в Европейский суд по правам человека. Но это уже крайняя мера, ведь маленькая надежда все же остается. Я теперь надеюсь на губернатора нашего. Все-таки, хоть он и недолго находится, но я думаю, что у всех он вызвал именно надежду, прежде всего, положительные. Только положительные отзывы и эмоции. И видно человека. По делам его. Гуля Алхасова, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. Это все новости. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.